Как я отношусь к религии? Я бы хотела ответить на этот вопрос стихотворением. Это стихотворение мне очень понравилось. Я не знаю, кто его написал. Я в интернете нашла его и сохранила, и запомнила. Действительно, очень такое интересное стихоплёдство, которое отвечает на вопрос моего отношения к религии. Верила в Бога Надежда. Истово в храме молилась, скромно носила одежды, верой своей угордилась. Милу соседку корила, мол, она в церковь не ходит, лучше б грехи отмолила, время впустую проводит. А непутёвая Мила, правда, молитв не читала, кошек бездомных кормила и старикам помогала. Пост соблюдать не хотела, в брюках удобных ходила, и уж совсем обнаглела, даже креста не носила. И вот однажды Надежде Бог как-то ночью приснился. В золотом шитой одежде к ней на обед попросился. Надя с утра хлопотала, стол накрывала богатый, в доме полы намывала, гостю, чтоб было приятно. Время к обеду стремилось, и как-то очень не кстати кошка в углу окатилась возле хозяйской кровати. В ящик картонные Надежда кошку с детьми положила, и из квартиры поспешно ношу в кусты утащила. Было бы так некрасиво, если б котята пищали, женщине благочестивой гостя встречать помешали. Надя назад возвращалась. И вдруг навстречу девчонка. Тётенька, я потерялась. Слёзы утерла ручонкой. Вы мне поможете, тётя? Вы доведёте до дома? Надя поморщилась. Что ты? Мы же с тобой не знакомы. Где ты живёшь? Я не знаю. Лучше беги к магазину. Может, тебя там узнает наш продавец тётя Зина? В нём покупателей много. Быстро беги, там помогут. Кто-нибудь знает дорогу? Вмиг проведут тебя к дому. И по аллее зелёной Надя домой поспешила, где, помолясь у иконы, снова к делам приступила. Солнце в зените стояло. Полдень уж приближался. Вдруг человек очень старый к Наде в окно постучался. Дай мне, хозяйка, напиться. Очень устал я в дороге. Можно ли к тебе попроситься мне отдохнуть на пороге? Надя совсем рассердилась. Прочь старика прогоняя. Что же вы все сговорились? Мне не до вас, занятая. Дом чистотою сияет, а у окошка Надежда. Гостя давно ожидает. В скромной красивой одежде. Но час за часом проходит. Солнце за речку садится. К ночи уж время подходит. Гость не спешит появиться. Надя печально вздохнула. В комнате свет погасила. И незаметно уснула. Быстро усталость сморила. Бог ей приснился средь ночи. Надя спросила. О, Боже! В гости ждала тебя очень. Ты не пришел. Отчего же? Бог улыбнулся лукаво. А ведь к тебе приходила я. Ты была очень упряма. Трижды меня не пустила. И вот теперь я у милы. Надя всплеснула руками. Господи, как же помилуй! Что с ее-то грехами? В храме она не бывает. Сроду креста не носила. Праздников не соблюдает. Чем же она заслужила? Ты угодить мне хотела. А между делом грешила. Ни одно доброе дело за день ты не совершила. Более важным считала стол, чистоту и молитву. А твое сердце молчало. Было для Бога закрыто. Мила же всем помогала. К дому дитя проводила. Кошку твою подобрала. И старика накормила. Девочкой той, и котенком, и стариком тем усатым. Я приходил к тебе, только ты же меня не признала. Я живу вовсе не в храме, в душах, сердцах и деяниях. Как бы вы ни поступали, истину вижу всегда я. В церковь на службу спешите. В тайне ора и мечтая. Выйдя же, снова грешите. Тех, кто слабей, обижая. В храме меня не ищите. Черствость не спрячешь за крестик. Бога в душе сохраните и поступайте по чести.